Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном, вновь обрести незаслуженно забытое, разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа Абсолютный слух. Абсолютный слух. 12 лет. И за это время ему пришлось сменить 8 адресов. Одним из них стал дом на Кудринской площади. В начале 21 века он превратился в Московский музей Петра Ильича Чайковского. 60-е годы 19 века это время преобразований в музыкальной культуре. И если в 1862 году открывается консерватория в Петербурге, то спустя 4 года, в 1866 году, открывается консерватория в Москве. Основателем первый стал Антон Григорьевич Рубинштейн, основателем второй Николай Григорьевич Рубинштейн. И Николай Григорьевич Рубинштейн, естественно, искал кадры для вновь открывшейся консерватории. И обратился с просьбой к своему брату старшему. И Антон Григорьевич, естественно, порекомендовал своего лучшего ученика. Это, конечно, был Петр Ильич Чайковский. 6 января 1866 года Петр Ильич Чайковский, вчерашний выпускник Петербургской консерватории, приезжает в Москву и становится учителем музыки при российском музыкальном обществе в музыкальных классах. Было дано объявление в газете о том, что с 14 января Чайковский приступает к занятиям. И с каждого ученика берется 3 рубля серебром. Известный фотопортрет Чайковского в шубе с чужого плеча – это плечо его друга, однокашника Алексея Апухтина, поэта, с которым они вместе учились в училище правоведения. Как известно, Чайковский по первой профессии юрист и даже дядя композитор говорил, а Петька-то, Петька наш сменил юриспруденцию на дудку. Чайковский приезжает в Москву и уже на следующий день попадает к Николаю Григорьевичу Рубинштейну, который уговаривает его остаться именно у него дома. И Чайковский в течение 5,5 лет живет у Николая Григорьевича Рубинштейна, пишет своим братьям, что Николай Григорьевич с ним носится как нянька, заставляет его шить новое платье, насильно подарил ему 6 сорочек, рубашек и в целом заботится о нем. Но в то же время, когда Чайковский переезжает от Рубинштейна на Спиридоновку, это был его первый самостоятельный адрес, он говорит о том, что как прекрасно оказывается быть у себя дома. В Москве Чайковский за 12 лет жизни сменил 8 адресов. Эти адреса не сохранились, кроме того адреса, по которому мы сейчас находимся. Это Кудринская площадь. И Чайковский переехал сюда 2 сентября 1872 года, прожил здесь чуть больше года, по ноябрь 1873 года. Здесь он написал вторую симфонию, ее называют малороссийской. Здесь написал музыку к спектаклю Островского «Снегурочка». Здесь он стал автором романсов, оп. 16, фортепианных пьес, оп. 19 и 21, и симфонической фантазии «Буря». Снегурочка. 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 Антон Григорьевич, Николай Григорьевич получили образование за рубежом в Берлине, а Чайковский получил образование композитор именно в России, стал первым отечественным композитором, профессиональным, изложил основу композиторской школы, которую также называют школой Чайковского. Чайковский был профессором кафедры теории музыки в открывшейся консерватории, и через его классы прошло более 400 учеников. Это были студенты различных специальностей. Один из самых известных учеников Чайковского, музыкальная совесть Москвы, как его называли, Сергей Иванович Танеев, который был впоследствии другом композитора и редактором уже после смерти композитора его незавершенных опусов. 60-е годы 19 века в Москве – это эпоха расцвета, когда выступают иностранные приглашенные гости. Это и Серве, и Винявский, и Колон. В Москве преподают будущий автор балета Жизель Адан, виланчалист Фицингаген. Чайковского также окружали основоположники московского артистического художественного кружка, и Чайковский часто посещает заседание этого кружка, и там знакомится с Александром Николаевичем Островским. Чайковский был вдохновлен чтениями Островского отрывков из Снегурочки и решился на создание музыки к спектаклю. Малый театр на тот момент был закрыт на ремонт. Премьера спектакля состоялась в Большом театре на императорской сцене, и были привлечены все трупы – и драматическая часть, и балетная труппа, и оперная. Музыки к постановке спектакль Островского хватило на целый балет. Так в театре Станиславского Немировича Данченко появился балет Чайковского «Снегурочка» в знаменательной постановке Владимира Бурмейстера, который называют также четвертым балетом Чайковского. Известны сомнения Чайковского относительно своей профессии, когда он не знает, не вернутся ли ему к месту помощника столоначальника в Министерстве юстиции, который он занимал после окончания училища правоведения в Петербурге. Постепенно, оказавшись в Москве, он набирает силу, уверенность в себе. Именно с Москвой связаны первые вершины творчества композитора. Это первая симфония, четвертая симфония, которыми продирижировал Николай Григорьевич Рубинштейн. Это премьера оперы Евгения Онегин, которую Чайковский попросил поставить именно силами Московской консерватории, что и было сделано в 1879 году. Первая постановка не вызвала того успеха, который ожидал Чайковский. Прошло совсем немного времени, и Чайковский понял, что его оперу полюбили, когда он, зайдя в один из трактиров, услышал, что музыкальный ящик на диске прокручивает мелодию неоднократно именно из оперы Евгения Онегина. С Москвой связаны как триумфы, так и поражения Чайковского. Например, постановка «Лебединого озера» в 1877 году была неудачной. Ее связывают с балетмейстером Рейзингером, и та постановка, которую мы сейчас видим, «Лебединого озера», обрела свой успех уже после смерти композитора благодаря хореографу Мариусу Петипа и Льву Иванову. Нельзя не упомянуть о двух сожженных операх Чайковского. Как известно, Чайковский уничтожил оперу «Ундина» в 1873 году. Чайковский посчитал оперу неудачной, когда назвали эту оперу «Ультрасовременное сочинение». Остались лишь пять фрагментов из этой оперы, которые перешли в другие сочинения и музыку к спектаклю «Островского снегурочка», и в балет «Лебединое озеро», как дуэт Зикфрида и Одетты. Чайковский страшно переживал неудачи и чувствительно относился к любой критике. Однако критику Николая Григорьевича Рубинштейна в 1875 году Чайковский не воспринял. Эта критика была связана со знаменитым первым фортепианным концертом Чайковского, когда Николай Григорьевич Рубинштейн попросил изменить партитуру, и на что получил ответ композитора, что он не изменит ни единой ноты. И, как известно, первое исполнение состоялось за рубежом, в гастрольной поездке Ганса фон Бюлова, ученика Ференца Листа, в Бостоне. И позднее Рубинштейн уже выступил с концертом на всемирной выставке, состоявшейся в Париже, и поменял свое мнение о концерте Чайковского. Первый музыкальный нотоиздатель в России Петр Иванович Юргенсон был большим другом Чайковского. Эта дружба, как писал Чайковский за все годы, не омрачилась ничем. И Чайковский был крестным сына Петра Ивановича Юргенсона, Бориса. И у нас на экспозиции хранится рояль Бориса Юргенсона, который был куплен в 1911 году. Стоял он в натопечатнике в Хохловском переулке. И клавиш этого рояля касались композиторы уже новой волны. И Ребиков, и Рахманинов, и Скрябин, и другие композиторы. Его общение было очень многогранным. Это не только артисты Московского малого театра. Это и профессор ботаники Московского университета Срачинский, которому он посвятил свой первый струнный квартет. Знаменитая «Анданта Кантабили» из этого квартета, как известно, вызвала слезы у Льва Николаевича Толстого. В Москве Чайковский состоялся и как композитор, и как педагог, и даже как музыкальный критик. Он писал статьи в два издания «Современная летопись» и «Русские ведомости». Чайковский откликался на значимые события, происходящие в Москве. Написал «Кантату» к открытию политехнической выставки. А к коронации великого императора Александра Третьего написал «Кантату Москва», которая была исполнена в Грановитой палате Кремля. И торжественный коронационный марш, который был исполнен в Москве, в Сокольниках. На освящении храма Христа Спасителя Чайковский пишет торжественную вертюру 1812 год. Как известно, храм был воздвигнут в память о войне 1812 года и о героях этой войны. Чайковский переехал в эту квартиру. Шесть комнат на втором этаже флигеля городской усадьбы генерал-майора Казакова. И писал своему брату Анатолию о том, что очень роскошно устроился и истратил тьму денег. Переехал он сюда с двумя слугами и собачкой Бишкой. В музее Чайковского в Москве хранятся и личные вещи композитора. Среди таких уникальных вещей ореховый шкаф, который Чайковский буквально использовал в качестве чемодана для прижизненных изданий нотных и для листов чистой нотной бумаги. У нас хранится костюм, который Чайковский, возможно, надевал. Как позднее писал Чайковский, бывали дни, когда он сутками не снимал фрака, настолько много было приглашений, вечеров, устроенных в честь него. Среди других уникальных вещей композитора – ручка серебряная в виде павлиниева пера, его портсигар, который он подарил слуге своего друга, юриста Кондратьева Александру Легошину. Есть уникальный флакон, в котором Чайковский не только смешивал ароматы, но и поджигал их. То есть такой получался фрагмент ароматерапии в его доме. Также среди его вещей – пенсне. Чайковскому приходилось много писать, ухудшалось его зрение. Окончание московского периода жизни Чайковского связано с кризисом в жизни композитора. На его отъезд повлияла и женитьба, неудачная, состоявшаяся в 1877 году, и поддержка Надежды Филаретны фон Мэг, благодаря которой он смог оставить преподавательскую деятельность и посвятить себя полностью композиторскому труду. Чайковский покидает Москву в сентябре 1877 года, и начинается период странствий, как его называют. И уже позднее, в 80-е годы, Чайковский останавливается в подмосковном Клину. Именно с Москвой связаны первые дирижерские опыты Чайковского, когда он встает за дирижерский пульт в возрасте 47 лет, чтобы продирижировать своей оперы «Черевички». Именно из Москвы он отправляется в Петербург, где состоится первое исполнение 6-й симфонии, и вскоре Чайковский скончается. Чайковский Прожил в Москве с 1866 по 1877 год. И известно его письмо к Надежде Филаретне фон Мэг, когда он уже подводит итог своей московской жизни, о том, что если бы судьба не толкнула меня в Москву, где я прожил 12 слишком лет, то я не сделал бы всего того, что сделал. Можно сказать, что Москва аккумулировала в Чайковском ту энергию, которую впоследствии он отдал всему миру. В начале 18 века братья Алессандро и Бенедетто Марчелло играли заметную роль в жизни Венеции. Алессандро был хорошо известен венецианцам как математик, философ и поэт, а Бенедетто занимал важные государственные посты. Но едва ли не главное место в их жизни занимала музыка. Потомки помнят о братьях Марчелло благодаря их сочинениям, а знаменитый концерт для Гобоя с оркестром, написанный Алессандро Марчелло, на слуху у каждого любителя классической музыки. Одним из самых знатных и влиятельных родов Венецианской республики считался патрицианский род Марчелло. Представители этой семьи занимали важные государственные должности, а один из них, Никола Марчелло, в 15 веке был избран дожем Венеции. Как истинные аристократы, Марчелло умели ценить прекрасные. Им принадлежал оперный театр Сант-Анджело. О профессиональных занятиях науками или искусством речи в семье идти не могло. Философией, литературным творчеством, живописью и музицированием занимались ради удовольствия. Алессандро Марчелло, родившийся в 1673 году, был известен современникам как автор философских и поэтических произведений. Его брат Бенедетто, он был младше на 13 лет, прославился как юрист и дипломат, и даже входил в Совет 40, высший судебный орган Венецианской республики. Впрочем, не эти важные достижения и посты помогли братьям Алессандро и Бенедетто Марчелло увековечить свои имена. Они вошли в историю прежде всего как композиторы. В начале 18 века Венеция являлась одним из крупнейших музыкальных центров Европы. Здесь жили и творили такие композиторы, как Антонио Вивальди и Томмазо Альбинони. Сияние славы столь великих мастеров не оставило в тени творчество братьев Марчелло. Сочинения Бенедетто восхищали венецианцев, а поклонники именовали его принцем музыки. Бенедетто Марчелло работал почти во всех музыкальных жанрах, известных к началу 18 века. Наибольшую славу ему принесли 50 псалмов, изданные под титулом «Поэтическое гармоническое вдохновение». В них композитор продемонстрировал, что он превосходный мастер, а также исследователь, умевший творчески использовать темы и приемы, характерные для испанской, немецкой и еврейской религиозной музыки. Псалмы Бенедетто Марчелло впоследствии восхищали его великих соотечественников Джаки Нарассини и Джузеппе Верди. К оперному искусству современников Бенедетто Марчелло относился критически. Недостатки их опусов он высмеял в анонимных памфлетах «Дружеские письма» и «Модный театр». Это вовсе не препятствовало тому, что сам Бенедетто Марчелло стал автором нескольких опер. По легенде, в начале 1720-х годов Бенедетто Марчелло услышал из окна своего палаца, стоявшего на одном из венецианских каналов, прекрасное пение. То был голос Розанны Скальфи, девушки, исполнявшей песни и арии на гондолах. Композитор был столь очарован нежным голосом певицы, что пожелал стать ее педагогом, а несколько лет спустя предложил своей ученице руку и сердце. В мае 1728 года их обвенчал сам патриарх Венеции. Брак оказался творчески плодотворным. Розанна Скальфи проявила себя не только прекрасной певицей, но и талантливым композитором, хорошо усвоившим уроки своего супруга. В 1738 году тяжелая болезнь легких заставила Бенедетта Марчелло подать в отставку с государственных постов. А через год он скончался. Представители аристократической семьи Марчелло добились признания брака Бенедетта с простой певицей незаконным и лишения ее права на наследство. Тягаться с могущественным родом Розанна Скальфи не могла. В конце 19 века историю любви Бенедетта и Розанны вдохновила немецкого композитора Йозефа Рафа на создание оперы под названием Бенедетта Марчелло. Старший брат Бенедетта Александр Марчелло предпочитал публиковать свои немногочисленные опусы под псевдонимом Этерио Стинфалико. Впрочем, и одного сочинения, концерта для Габоя с оркестром, оказалось достаточно, чтобы обессмертить его имя. Важную роль в этом сыграл великий современник Марчелло Йоганн Себастьян Бах. В годы службы в Эймари Бах выполнил немало переложений для клавесины органа, сочинений итальянских мастеров барокко. Среди таких транскрипций оказался и концерт для Габоя Александра Марчелло. Его простую музыкальную основу Бах дополнил множеством изысканных украшений. Когда в 19 веке транскрипции Баха были напечатаны, издатели ошибочно приписали авторство оригиналов Антонио Вивальди. В 1923 году ошибка была исправлена. Однако не вполне. На титульном листе Вивальди уступил место Бенедетто Марчелло, имя которого к тому времени уже носила Венецианская консерватория. Лишь во второй половине 20-го столетия было окончательно установлено, что автором концерта для Габоя является не он, а его старший брат Александра Марчелло. Бенедетто Марчелло. Редактор субтитров А.Олзоева Болея Зимész А.Кошкин СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Особую популярность обрела вторая часть концерта – лирическая Адашо. Эта музыка нашла отклик в сердцах людей и превосходно звучит не только на гобои, но и на других инструментах. Именно это сочинение и возродило у наших современников интерес к творчеству братьев-композиторов Марчелло, представителей старинного аристократического венецианского рода. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что такое вдохновение? Многие композиторы и художники, когда им задают этот вопрос, отвечают. Это когда работаешь, работаешь, и вдруг получается. Не секрет, что часто стимулом для работы великих композиторов был заказ, а в результате из-под их перьев рождались подлинные шедевры. Так по заказу появлялись кантаты Баха, симфонии Гайдена и Моцарта, оперы Верди и Безе, балеты Чайковского и Стравинского. Удивительно, но и одна из самых известных баллад о любви тоже появилась на свет по заказу. Конечно же, вы сразу узнаете эту чудесную песню. В конце 1970-х годов знаменитые советские режиссеры Александр Аллов и Владимир Наумов, создавшие в сотворчестве множество культовых кинолент, снимали «Политический детектив», картину под названием «Тегеран-43». Фильм был посвящен подвигу советских разведчиков, предотвративших покушение фашистских диверсантов на Сталина, Черчилля и Рузвельта, руководителей стран-союзниц во Второй мировой войне. Сценарий переносил зрителей из дней Тегеранской конференции 1943 года «Париж-70». На фоне перестрелок и погонь сюжет развивал две любовные линии. Первая рассказывала о романе, возникшем во время войны между советским разведчиком Андреем Бородиным и француженкой русского происхождения переводчицей Марии Луни. Вторая повествовала о событиях мирного времени, о любви дочери Марии Луни Натали и полицейского инспектора Жоржа Фоша. Роль юной Натали исполнила советская актриса Наталья Белохвостикова. Натурные съемки проходили в Париже. Любовные линии Натали и инспектора Фоша, его роль исполнила Лен де Лон, требовала истинно французской музыкальной темы. Сам воздух парижских бульваров подсказал авторам фильма идею обратиться к французским продюсерам с просьбой заказать песню легендарному шансонье Шарлю Азнавуру. К началу 80-х слава Азнавура находилась в зените. Его неповторимая манера пения покорила слушателей Европы и Америки. Звезда эстрады Шарль Азнавур выступал в лучших концертных залах мира. Его диски расходились миллионными тиражами, и он искренне не понимал, зачем ему работать по заказу режиссеров из Советского Союза. Знакомство с Алловым и Наумовым не произвело на него впечатления. Однако встреча с актрисой Натальей Белохвостиковой столь вдохновила его, что он сразу же дал согласие написать стихи для песни, при условии, что музыку сочинит муж его сестры, знаменитый композитор Жорж Гарваренс. Жорж родился в Афинах в семье известного армянского поэта Геворга Гарваренца. В десятилетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Париж, где с успехом окончил консерваторию. С начала 50-х годов песни на музыку Жоржа Гарваренца включали в свой репертуар такие звезды, как Джонни Холидей, Мирей Матье, Сильви Вартан, Жильбер Беко, Айда Азнавурян. Со временем Жорж Гарваренс стал обладателем престижной премии французской шансонье и главным композитором французской эстрады. Не меньших успехов он добился и в киноиндустрии, написав музыку более чем к 150 фильмам, среди которых был и «Гром небесный» с участием Жана Габена, Мишель Мерсье и Робера Асейна. Судьбоносная встреча Жоржа Гарваренца с Шарлем Азнавуром произошла в 1956 году. И с той поры, по словам великого шансонье, Гарваренс стал его другом, сообщником, соавтором и любимым Шурином. Согласившись исполнить заказ продюсеров фильма «Тегеран-43» в соавторстве с Гарваренсом и вдохновившись очаровательной героиней, Азнавур быстро сочинил стихи, которые назвал «Жизнь в любви». «Я писал текст, глядя на Наташу», – рассказывал великий артист. «Она вдохновляла меня. Она сама и есть вечная любовь». Впрочем, исполнение заказа чуть было не оказалось на грани срыва. Прекрасные стихи Азнавура никак не желали ложиться на музыку. Жорж Гарваренс, создавший десятки хитов с авторствием с Азнавуром, никак не мог нащупать ткань будущей мелодии. Он нервничал и мучился бессонницей, пока муза не пришла к нему в лице все той же Натальи Белохвостиковой, которой композитор попросил побыть с ним в рабочей студии. Жорж Гарваренс говорил, что писал музыку с натуры, глядя на нежное чистое лицо русской мадемуазель. Через несколько часов молодая актриса услышала музыку, которая, по ее признанию, все в ней перевернула. Песня из фильма «Тегеран-43», вышедшего на экраны в 1980 году, объединила трагические любовные линии двух поколений героев фильма. Эмоциональный накал достигал своего апогея, когда музыка звучала на фоне военной хроники, кадров бомбежки гибнущих кораблей, бегущих под обстрелом людей. Под названием «Жизнь в любви», написанная по заказу песня, вошла в альбом Азнавура автобиография и стала известна всему миру. Она приобрела новые пронзительные краски, когда Шарль Азнавур исполнил ее в дуэте с Мирей Матье. На российскую эстраду шедевр Азнавура пришел под именем «Вечная любовь». В вольном переводе с французского, сделанном Натальей Кончаловской, из текста ушли пронзительные ноты роковых обстоятельств, разлучивших влюбленных. Песня наполнилась более лирическим содержанием. Шарль Азнавур записал песню не только на французском, но и с русским текстом. Последний концерт Азнавура в России должен был состояться в 2018 году. Однако его пришлось отменить из-за внезапной болезни артиста и перенести на 2019 год. 94-летний великий шансонье впервые не смог выполнить контракта. Он покинул этот мир 1 октября 2018 года. Шарль Азнавур, признанный одним из величайших эстрадных артистов 20 века, всегда включал в программу своих концертов песню «Жизнь в любви». Уже много десятилетий зал взрывается аплодисментами и замирает в молчании при первых звуках песни, задевающей самые тонкие струны человеческих душ. песней, ставшей гимном всепобеждающей вечной любви. Наша программа подошла к концу. А это значит, что мы расстаемся на неделе. С вами был Геннадий Янин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok